Визир, выхлопные патрубки и пулемет – редкая штучная работа. Каждая деталь восстановлена в электронном виде. Это формы для литья, с помощью которых делают запчасти для самолета Ил-2. Изготовлены они на 3D-принтере. Какие-то детали были утеряны в процессе долгой эксплуатации памятника, какие-то отсутствовали, какие-то были сделаны, к примеру, из дерева. Перед нами встала задача изготовить максимально достоверный макет в кратчайшие сроки, и для этого мы активно начали использовать аддитивную технологию. То есть посредством 3D-принтера мы готовим по сохранившимся чертежам от модели. Кроме деталей для легендарного штурмовика, в литейном цехе изготавливают уникальные архитектурные детали зданий. Вот эти ручки отправятся на двери Дворца детско-юношеского творчества. Далее последует работа по восстановлению квартала около музея имени Петра Алабина. Процесс литья, он всегда немножко такой таинственный. Мы всегда, когда заливаем, надеемся, что все получается. Но не всегда все получается, потому что металл, можно сказать, живет какой-то своей жизнью. И зачастую даже какое-то свое внутреннее настроение может передаться от плавильщика, от литейщика. Такая работа стала возможна благодаря альянсу литейщиков, инженеров, моделирующих в 3D, и художников. У каждого своя роль и объединяет их любовь к своему делу. Желание, интерес к этому делу. А вот желание и интерес у нас на кафедре возник с приходом, ну, не знаю, хороших квалифицированных специалистов, выпускников нашей кафедры. Они буквально вдохнули вот последний год, они пришли всего год назад, и за год у нас произошли на кафедре, прямо не знаю, кардинальные какие-то изменения. В литейном цехе далеко идущие планы, и кто знает, какие еще объекты Самары могут быть восстановлены или усовершенствованы с помощью 3D-принтера. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов, События.